добрый день всем кто не знает еще я уже бывало я выходила в прямые эфиры доделает скетч вела прямые эфиры но кто первый раз со мной сегодня будет общаться кто будет первый раз смотреть меня зовут анастасия серая я художник пастелист и рисую пастелью уже более 10 лет у меня высшее художественное образование и я вот занимаюсь преподаванием преподаю рисование именно в технике сухая пастель поэтому сегодня вот я решила с вами порисовать иллюстрацию с сердечком прекрасное пирожное я уже пирожное рисовала вот как пример я решила вам показать как можно нарисовать вот в этом же стиле примерно я рисовала уже пироженька вот такой вот пастелью вот и наподобие мы сегодня будем рисовать а вот такой вот иллюстрацию значит мы будем рисовать на черном фоне это покажу значит смотрите я рисовал эту иллюстрацию в скетчбуке от макс гудз и вот эту иллюстрацию я тоже буду рисовать в скетчбуке вот макс гудз у меня уже другой скетчбок этот я уже весь изрисовала уже все места в нем нет я взяла просто показать вам так как можно изобразить такой вот кекс с кремом на черной бумаге так что приготовьте свои материалы всю пастель берите которые у вас есть все пастельные карандаши и я уже буду по ходу занятия показывать вам какой карандаш например я беру да и какой мелок я беру а вы уже будете подбирать примерно цвет к моему да цвет кто сейчас будет рисовать супер кто будет рисовать потом уже в записи тоже хорошо рисуйте обязательно я надеюсь что запись останется и еще если будут вдруг какие то вопросы у вас возникать во время прямого эфира задавайте я буду по ходу на них отвечать порисуйте обязательно это будет прекрасный подарок к дню святого валентина подарите потом оформите картину подарите и будет долго радовать ваш рисунок вашу половинку так ну что давайте начнем значит мы начинаем с вами сейчас уберу чтобы это не мешало мы с вами начинаем с эскиза берем какой нибудь нейтральный серый карандаш карандаш черную бумагу желательно гладкую сторону бумаги потому что мы будем сегодня рисовать в стиле реализм и реализм требует гладкости поверхности то есть на фактурной бумаге лучше не рисовать в стиле реализм она фактура она просто будет мешать проработке деталей поэтому возьмите гладкую сторону бумаги и какой нибудь нейтральный серый карандаш так сейчас я поставлю планшет поставлю чтобы мне все было удобно чтобы все было видно у меня квадратный сегодня формат бумаги вы можете взять а четвертый лист либо также квадрат возьмите мы с вами просто покрупнее нарисуем это пироженко вот квадратный вообще идеально будет формат значит смотрите и намечаем примерно сначала намечаем какой вообще общими такими планами берем какой величины вообще по композиции будет наше пирожное то есть мы должны в такую геометрическую непонятную фигуру его вместить то есть мы примерно да намечаем его для того чтобы нам знать по композиции как оно получится да то есть сначала просто легкими движениями намечайте на листе пироженко такими просто да линиями сильно не давите пока на карандаш легкими движениями легкими нажатиями на карандаш намечаем общую массу дальше я думаю что по величине да она будет примерно такого размера прям сделаем побольше вот и примерно так побольше нарисуйте здесь будет сердечко как-то так лишние линии можно убирать пальцами то есть если что-то у вас не получилось или какая-то линия мешает просто пальцами убирайте и все можно стеркать можно вернее ластиком можно клячкой то есть как вам удобно вот и когда мы прорисовали общую массу какую-то такое привет привет всем теперь можно прорисовывать детали то есть мы с вами сейчас должны прорисовать каждую завернутую часть до крема в эскизном варианте лучше ее прорисовать привет привет всем как она заворачивается вот потом нам просто легче будет цветом прорисовывать как-то так дальше прорисовываем то есть смотрите прям по объемам объем за объемом прорисовали сначала одну загогули ну да там вторую третью четвертую и так чтобы вот не запутаться как-то да старайтесь прорисовать такой разненько сейчас мы дорисуем до конца а там посмотрим что здесь у нас пойдет крем вот этот нижний темно-фиолетовый да напишите как у вас дела как проходят ваши дни кто сейчас на работе или чем заняты сейчас так вот здесь тесто у нас будет тесто пойдет и здесь уже сама корзиночка по формате по размеру получилось нормально так и сердечко сердечко у нас выходит так если посмотреть то где-то вот отсюда я наверно все-таки его немножко сдвинул намечайте тоже легкими линиями для того чтобы потом вам лучше было тогда чтоб перекрыть это мы сильно не дайте нам могу когда делаете эскиз то есть все постепенно все потихоньку так сейчас я подправлю здесь какие-то линии которые можно завернуть немножко по-другому и все и в принципе можно уже переходить к перерисовке цвета а 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 вот так вот у вас должно примерно получиться то есть вы должны в эскизе прорисовывать основные формы, крема, тесто и корзинки. Вот эти линии в принципе не обязательно прорисовывать, это мы с вами потом все наметим. Потом этот цвет все будет прорисовываться. И сейчас мы с вами будем прорисовывать цветом. Начнем мы сверху самого кекса, а потом уже добавим фон в самом конце. Какой фирмы пастель больше всего нравится мне? Хороший вопрос. У меня много фирм пастеля. Самая любимая это Рембрандт. Очень ее люблю. На втором месте скорее всего будет Кахинор пастель. Я тоже ее часто использую. А так самая-самая любимая это Рембрандт. Вот. Ну вот примерно как-то так. То есть эскиз должен быть такой легкий, не перенасыщенный. То есть сильно прям прорисовывать не надо. Самое главное прорисовать самые такие основные объемы крема и тесто и вот эти нижние корзинки. Да, то есть вот так. Дальше у нас вот здесь вот внизу находится такой вот салфеточка маленькая. Я не знаю, будем ли мы ее прорисовывать. Посмотрим по времени. Сейчас самое главное нам нужно будет нарисовать главный объект сегодняшний. Это пирожное, кекс. Так, ну что, мы с вами начнем тогда сверху, вот с этой части. Прорисовываем все постепенно. Так, если у вас есть возможность увеличить картинку, референс, увеличивайте вот именно крем где-то, чтобы посмотреть детали, все подробно прорисовать. Значит, мы с вами берем основной цвет. Как работаю я, да? Выберу основной цвет. То есть он будет у нас фиолетовый, сиреневый. Я буду использовать карандаш фирмы кахенор, пастельный карандаш. В основном мы будем пастельными карандашами все прорисовывать, потому что здесь очень много мелких деталей и мелками будет сложнее, конечно. Если у вас пастельных карандашей нет, есть только мелки, то можно, конечно, прорисовать все мелками. Это будет сложнее, но возможно. Поэтому берите мелочки и можно мелками. Так, значит, основную массу мы с вами рисуем. Верхнюю часть, она немножко здесь запутанная, но мы сейчас будем ее разбирать. Так, значит, мы закрываем, получается, фиолетовым цветом. Вот здесь наверху. Сейчас будем по частям все это делать. Вот этот объем. Лишнее пульс туваем. Мальчиком немножко можно притушевать, для того, чтобы была более все гладкая, да, такая поверхность наносения карандаша. Дальше, значит, вот эту часть тоже закрываем фиолетовым. Вот эту наверху. Пока одним цветом все закрываем. Так, и вот эту часть. Расстояние между ними оставляйте, вот между каждым, да, вот этим объемом. Немножко расстояние оставляйте, для того, чтобы потом не потеряться. Если вы все закрасите, то потом можно потеряться в этом всем и заново прорисовывать. Поэтому между линиями, эскизными, я имею ввиду, да, оставляйте расстояние небольшое. Так, вот мы прорисовали это все. Теперь мы берем темно-серый карандаш, либо можно взять темно-коричневый. Я думаю, темно-серый в самый раз будет. И сейчас прорисуем с вами тени. И потом белым карандашом рисуем свет. Мы берем темно-серый карандаш. Сейчас я наеду сначала, чтобы он затерялся. Всем привет! Присоединяйте к нам. Вот она шла. Так. И теперь вот здесь, где тень, прорисовываем серым карандашом. Тени. И в эти тени сейчас будем добавлять немножечко бордового, скорее всего. Сейчас посмотрим. Так, дальше вот здесь. Так. Дальше вот здесь. Вот здесь тоже тень. И вот здесь темная сторона. Тени еще нужно утемнять, потому что они такие насыщенные получаются. И более темные. И более темные. Так. Теперь можно взять фиолетовый по насыщенней. Тени. У меня Древент 260. Вот его можно немножко внести. Тени. Где мы тени сделали темно-серые. По насыщенней сделать вот эти моменты. Вот эти места. Ш. 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 Внести такой да, оттенок. Дальше вот этим же цветом вот здесь давайте закроем. Закрываем полностью. можно немножко пальчиком растушевать буквально чуть-чуть так часть можно закрыть так теперь мы возьмем черный карандаш и затем еще тени значит вот здесь надо затянуть черный карандаш не бойтесь серединке дальше где самые темные части в тенях тоже затем вот здесь тоже можно затемнить немножко как бы смешиваете фиолетовый с черным то есть не перекрывайте карандаш а так как у нас фиолетовый лежит уже да он нанесен и мы сверху на фиолетовый накладываем черный цвет они смешиваются между собой да и получается чтобы темный фиолетовый оттенок поэтому сильно не перекрывайте делайте как будто вы смешиваете между собой цвета то есть я вот где самая темная тень там сильно дабы на карандаш где она расходится уже более такая получается растушеванная там я уже начинаю просто как будто бы смешивать растушевывать вместе с фиолетовым цветом практически не касаюсь бумаги и такими движениями начинаю растушевывать так его здесь надо тоже черный добавить теперь можно добавить белых бликов более закончить объем да сейчас мы добавляем цвет и блики дальше значит вот так вот берем и вот здесь смотрите белым карандашом я использую дженерал с карандаш угольный а он самый белый из пастельных карандашей поэтому если у вас есть такой берите крутой на самом деле карандаш и мы им прорисовываем свет значит вот здесь смотрите аккуратненько начинаем добавлять вот тут светлая линия так дальше вот здесь вот можно его вносить на потихонечку чтобы он сильно не бликовал в смысле того что сильно не высветлял это место поэтому мы опять же нажатием контролируем цвет чем больше вы нажимаете на карандаш тем насыщеннее он накладывает цвет чем меньше нажимаете тем он получается такой не сильно насыщенный так вот здесь высветляем поверх прям сиреневого либо фиолетового накладываем белый и прям начинаем эту поверхность прорисовывать теперь я бы добавила вот здесь светлого и вот так вот прошлась бы тоже по краюшку белым карандашом вот здесь кстати можно затемнить вот и значит значит вот здесь тоже также высветляем эту часть и вот эту часть сзади еще не светлого тоже так фиолетовым карандашом вот здесь и добавьте небольшую тень сиреневым карандашом вот здесь можно сделать вот такие вот маленькие точечки вот тут в этом месте потому что там фактура крема если обратить внимание такие как точечками есть момент всем привет 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 друзья вот как то так немножко прорисовали да в тени можно еще добавить и литового и дальше начинаем вниз прорисовывать смотрите значит если не потеряться до внимательно посмотреть как здесь идут дальше объемы то есть мы закрываем также этим же карандашом можно потом сверху мы будем осветлять так значит здесь идет объем какой-то такой мы здесь сейчас закроем дальше вот этот объем вот он идет еще один тоже закрываем тоже закрываем его дальше вот этот вот лепесточек можно закрыть посветлее карандашом потому что сильно высветлены поэтому возьмем каком-нибудь сиреневый карандаш посветлее вот так закрываем аккуратненько смотрим по форме сразу прорисовываем значит можно им же смотрите вот здесь высветлить сразу высветляем эти моменты потом еще белого добавим так и мы же можно вот здесь высветлить тоже и сейчас будем добавлять тени еще можно смотреть и вот тут им же добавить вот здесь лепесточек сейчас давайте добавим тени можно сразу же черным карандашом либо темно-серым я сразу черным сейчас проложу значит вот здесь добавляем тени вот здесь здесь добавляем сразу тень. Так, сейчас я потачу карандаш, секундочку. Вы тоже точите почаще карандаши, чтобы они были острые. Тогда вам будет легче прорисовывать детали, когда острые подточные карандаши будут. Дальше, значит, вот этот вот объем у нас пошел. Вот здесь прорисовываем тень. Прямо поверх сиреневого или по фиолетового. Какой у вас карандашик будет? Здравствуйте, добрый день. Так, вот здесь тень прорисовываем. Спасибо за сердечки. Вот эта вот у нас поверхность прям белая освещенная будет, поэтому мы ее пока не трогаем. Так, смотрим, значит, вот здесь можно прорисовать. Так, и теперь, вот когда мы тени прорисовали, теперь можно будет сейчас прорисовать светлые моменты. Спасибо большое. Благодарю. Так, теперь светлые моменты прорисовываем. Берем белую карандаш. Ну, сейчас вот можно добавить свет. Смотрите, вот здесь белым карандашом добавляем. Вот тут. Так, я добавила вот здесь вот еще. Далее. Так, вот здесь высветляем. Вот тут высветляем. Вот тут высветляем. Вот тут высветляем. И ведем эту линию, тоже высветляем ее вот сюда, идем до суда. Немножко я здесь вот сверху добавлю, чуть-чуть фиолетового, и вот здесь тени добавлю еще. Дальше вот эту часть я бы высветлила, прям взять, можно белый карандаш и поверх. Сиреневого мы высветляем, смешиваем цвет. Если бы мы сиреневым не положили, то и начали белым сразу, и получился бы такой просто белый оттенок. У нас все-таки пирожное сиренево-фиолетовое, поэтому мы смешиваем сиреневый с белым, и получился такой вот немножко сиреневый оттенок в светлой части. Значит, высветляем. Можно немножко пальчиком притушить аккуратненько. Так, и вот здесь вот поднимаем наверх светлую часть, немножко заворачиваем ее. Так. И вот эту часть можно тоже высветлить чуть-чуть. Особенно вот здесь, в этом месте. Спасибо. 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 Берем фиолетовый карандаш, закрываем вот эту часть. Берем фиолетовый карандаш, закрываем фиолетовый карандаш. Спасибо большое. Спасибо. Берем фиолетовый карандаш. Значит, закрыли полностью. Дальше. Вот эту часть можно взять посветлее карандаш. Здравствуйте. Вот так вот закрываем аккуратно. Лишнее сдуваем. Теперь можно смотреть вот сюда в тень. Немножко внести фиолетовый оттенок. Фиолетовый оттенок вносим чуть-чуть, да? Сейчас пока что такая получается разукрашка с вот этими основными, да? Вот я имею ввиду разукрашка в этой части. Пока что мы не добавляли объем. Теперь, чтобы у нас получился объем, нужно добавлять цвет и тень. Значит, смотрите, черным карандашом добавляем вот здесь тень. под, получается, да, вот этим вот кремом под лепесточком. И выводим ее вот сюда. Вывели дальше вот здесь тень. Тоже под следующим лепесточком. Вот здесь тень. И выводим ее вот сюда дальше делаем. И немножко растушевываем. в этом месте. Чуть-чуть пальчиком можно вот так вот растянуть. Дальше, смотрите, берем фиолетовый карандаш. Вот здесь добавляем, вернее, сиреневый карандаш, посветлее который. Добавляем светлых моментов. Немножко можно вот здесь вот наверх вывести, чуть-чуть посветлее сделать. Сколько вы занимались в художественной школе или самоучка? Я закончила художественную школу трехлетку по программе пяти лет, то есть за три года я закончила пятилетнюю программу ускоренную. Потом поступила в художественный университет. Шесть лет там проучилась в художественном университете. Закончила его. И после окончания еще десять лет я рисую самостоятельно. Повышаю свой уровень. То есть у меня художественное высшее образование. Смотрите, значит мы вот так вот сделали. Не за что. Хороший вопрос. А почему вас интересует этот вопрос? Вы учитесь в художественной школе или как? Ну вот тут я бы фиолетовым еще затемнила. Пока будет немножко объемочек такой дать. И вот здесь хочется фиолетовый тоже добавить. Так, и смотрите, как мы добавили, да, темных каких-то моментов. Кстати, вот здесь вот я бы еще немножко затемнила, чтобы объем появился еще больше. Черным карандашом затемняем. Закончили. Черным каранде вы? Сколько парни? Эти. Закончили. Закончили. так и вот здесь тоже можно чуть-чуть здравствуйте добрый день все как-то вот затемнили мы да получше стало и теперь берем белый карандаш и высветляем удачи вам очень хорошей вам учебы вы хотите поступать куда-то связывать жизни с этой профессии художников сейчас вопрос прочитаем а лечит секундочку давайте я сейчас почитаю вопрос так где получить взрослому человеку основу живописи если не брать 2 выше как дорогое долгу и долгое удовольствие задумаясь будущего преподавательской деятельности так но мария смотрите я бы посоветовала вам походить в какую-нибудь студию именно в вашем городе если какая-то студия художественная вот можно с нуля походить там поучиться потому что основы какие-то вот прям основы так чтобы подготовиться к преподаванию получить какие-то основные такие знания через онлайн на мой взгляд это будет сложновато конечно можно через онлайн поучиться все все таки с вами рядом преподаватель не сидит он не показывает какие-то ваши там не знаю недочеты ошибки может быть если будут возникать и опять же вы не сможете спросить напрямую преподавателя чтобы вам что-то такое показал поэтому лучше на мой взгляд взаимодействовать с преподавателем прям живую и походить куда-то в студию на какие-то начальные занятия в плане основ я имею ввиду да и поучиться там и вот в таком плане да в таком раскладе можно получить основы какие-то чтобы преподавать потом что за карандаши какой фирмы карандаши разные пастельные карандаши разные фирмы разных фильм к хинор ставила на прокастал дровэнд что я понимаю что нужна с новостью именно по университетской может быть программа на что преподаватель вам давал постановки по сложности от легких до сложных как как именно идет в университетах программа да потом можно прорисовать гипсовые какие-то там головы да в плане там портреты я имею ввиду и потом перейти на живая натурщица чтобы приходила натурщик то есть это все возможно в студиях так кондитер да кстати кондитеру нужны художественные навыки особенно в таких прорисовках не за что мария не за что я думаю что у вас все получится самое главное найти преподавателя хорошего именно в вашем городе да и тогда все будет прекрасно так ну что продолжаем и теперь смотрите высветляем светлые моменты то есть поверх сиреневых оттенков и смотрите как начинаем высветлять прям поверх так добавляем свет и вот здесь я бы высветлила тоже смотрите в этом месте так тут немножко высветляем первый час у нас прошел мы продолжаем рисовать не добавляем вот здесь свет так значит сделали теперь давайте нижнюю часть мы с вами сейчас прорисуем так фиолетовым карандашом закрываем полностью всю нижнюю часть шахмардаш и шахмардаш и шахмардаш и Так, до конца можно мелочком прористовать. В принципе, я буду карандашовывать. Можно растушевать чуть-чуть. Теперь вот эту часть еще давайте добавим. Смотрите, вот здесь мы забыли немножко сделать. Маленький лепесточек. Сейчас мы его сделаем. Вот так вот и добавляем свет. Вот здесь, смотрите. И кстати, не забываем про тень. Немножко затемняем. А теперь берем черный карандаш и вот здесь вот затеняем. Смотрите, поверх прям фиолетовая. Вот так вот. Смотрите. Смотрите. Так, вот с этой стороны я бы затемнила. А здесь уже больше света добавить. Сейчас, значит, вот здесь давайте затемнем. так. Теперь можно немножко растушевать. Так. 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 И теперь высветляем. В некоторых местах, смотрите, берем сиреневый карандаш. И вот здесь вот в этом месте выносим сиреневые оттенки. Так. Продолжение следует... Потихоньку вносите цвет такими как даже больше пятнышками. Продолжение следует... Можно пальчиком чуть-чуть притушить, вот так вот похлопыванием. Так, и добавить блик. Так, значит вот здесь у нас будет блик. Так. 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 Так, сейчас я подачу карандаш, он у меня уже ступился, и мы с вами продолжим. Какими марками я рисую, я рисую разными марками, Кахинор, Стабила, Дрвент, Фаберкастл, Критоколар, в общем, много у меня карандашей разных фирм. Спасибо большое, спасибо. Так, значит, мы дальше, вот здесь можно подобавлять каких-то таких пятнышек, небольших фиолетовых, в тени. Ой, спасибо за сердечки. Бумагу тоже разную использую. Обычный консон Витэнс, консон Тач, пастель мат, Макс Гудс скетчбук для пастеля. Вот, в основном вот такие вот, очень часто использую пастель мат, вот, тоже разные. Так, значит, смотрите, и давайте сделаем вот здесь вот тесто, добавим, да? Бумагу заказываю в основном на этюд-сайте. Часто очень там заказываю. Там пастель мат есть и консон. В общем, там удобно мне. Так, значит, мы возьмем с вами карандаш, я думаю, что... Сейчас я вам скажу, какой. Нужно вот такой взять и потом мы добавим объем, значит, фабрика стал сто восемьдесят шестой. Закрываем полностью этим карандашом тесто. Так. 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 закрываем и потом сейчас будем сверху этого коричневого выносить другие оттенки создавать объем на тесте немножко можно растушевать что значит ужасный вам не слышно голос или что так теперь добавляем день добавляем сюда вот вот этот крем то есть здесь нам нужно затемнить того чтобы он лёг прямо на тесто немножко можно растушевать это пальчиком пройтись и растушевать но это вообще-то пастельные карандаши они так рисуют по бумаге так что от этого никуда не деться если вам не нравится этот звук тогда пастельные карандаши не для вас и черным карандашом я бы затемнила еще вот здесь так значит смотрим еще 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно взять коричневый карандаш Такого шоколадного оттенка И вот здесь Немножко затемнить Где тень Можно даже прищурить Глаза, посмотреть на референс И Увидеть, где темная часть На тесте, а где светленькая Поэтому вот здесь вот мы Немножко затемнем сейчас Так, я сейчас подключу карандаш Буквально несколько секунд И вот здесь, смотрите Значит, вот тут нужно Тени немножко добавить И вот здесь затемняем На карандаш давим не сильно Буквально еле касаемся Бумаги И смешиваем Светло-коричневый карандаш С темно-коричневым Так. Немножко пальчиком растушуйте. Так, и здесь вот на рисунке присутствуют такие точечки темные. Вот можно их сразу прорисовать. Спасибо. Так, вот тут можно высветлить чуть-чуть. Я думаю, что вот таким светом, охлестым каким-нибудь, вот в этом месте можно немножко высветлить. У меня фаберкастел карандаш 184. И им же вот такими точечками пройдитесь прям по тени. И тогда получится фактура теста. Даже можно темнее какой-нибудь карандаш взять. Всем привет! И сделать вот такие точки. Даже можно к черным карандашам. Растушевка у розы задумана. Я не поняла немножко вопрос. Задумана в процессе растушевка? Растушевывала ли я, когда рисовала? Или в будущем еще задумана? Не пойму вопрос. Уточните, пожалуйста. holduber ли я? Продолжение следует... так и где свет нам нужно сейчас высветлить здесь мы затемняем в этом месте вот такими движениями это точечками затемнить тесто некоторых моментов а где свет сейчас мы высветли так теперь давайте возьмем светлый карандаш можно белый про взять белый карандаш и прям поверх белым карандашом вот так вот такими тоже как точечками маленькими кружочками высветлить вот эту часть вот эту часть спасибо большое я в процессе растушевывала да я больше растушевываю даже не сколько пальцами а сколько карандашами друг с другом так наношу карандаш что ну вот как-то растушевывается сразу на своих уроках я подробно об этом рассказываю как я наношу я очень много преподаю онлайн и там вот мы учимся именно накладывать так свет что получается вот так вот растушевывать плавно красиво карандаши разные я уже в процессе эфира раза три наверно говорила отвечала на этот вопрос какие карандаши 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 все фирмы разные использую 5 фирм карандашей сейчас данном случае я рисую угольным карандашом дженерал с белый карандаш и вот так утром осветляем местами добавляем и в этом месте тоже нужно прям добавить светлого карандаша белого чтобы высветлилось это место потому что здесь освещенное место да здесь отсюда падает свет мы такими движениями накладываем маленькими точечками какими-то кружочками небольшими такое вот так вот Так. Как-то так, да? И вот в это место, вот сюда, нужно сейчас вот нарисовать темные точки, прям черным карандашом, кое-где можно видеть черные точечки. Так. Продолжение следует. И давайте теперь нарисуем сердечко. Значит, мы берем светло-коричневый карандаш. У меня фаберкастел 184. Рисуем одним цветом пока что этим палочку. Палочку. Теперь добавляем на палочку на эту тень. С одной стороны можно добавить темно-серым карандашом. Вот здесь вот с этой стороны немножко палочку затемняем. А с другой стороны, наоборот, даем свет белым карандашом. Теперь сердце. Закрываем полностью все сердце фиолетовым карандашом, либо мелком. Сначала прорисуйте форму карандашом для того, чтобы удобно было потом закрывать, да. И можно сейчас мелочком сделать. То есть взять мелочек. Вот так мелком, ребром закрыть полностью все сердечко. Закрываем. Вот таким образом. Теперь сверху прям другим мелком можете сделать. Даже взять какой-нибудь розовый такой палочек. И розовым оттенком сделать вот такие вот. Разводы. Тоже ребром кладите вот так мелок. Можно взять какой-нибудь, знаете, по насыщению. Розовый по насыщению хочется взять. Розовый по насыщению. Розовый по насыщению. И пальцем немножко это все растушевать. И вот здесь я бы темно-синим карандашом вот с этой стороны затемнело. Розовый по насыщению. 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 Утожめ наслежение. ip отстAT спросом. И так далее. Б gep в Evil. Розовый по насыщению. И вот так вот можно затемнить, и вот здесь вот кстати между розовыми разводами тоже позатемняйте темно-синим карандашом. Белым карандашом вот здесь вот обязательно блик. И с этой стороны тоже. Пальцем проходите чуть-чуть по форме. Так, и прям в сердечко можно вот такие вот точечки белые оставить кое-где, добавить фактуры. Так, и на пирожное я бы на само добавила бы тоже фактуры, кое-где можно смотреть, вот так вот прям точечки. Оставите. Только они должны быть тоненькими. Маленькие, маленькие совсем, да? Еле заметны. И точно так же можно сделать на светлых местах фиолетовым карандашом. Вот таким образом. Так, теперь корзинка у нас, да? Корзинка, значит мы закрываем полностью корзинку фиолетовым мелочком, либо карандашом. Размейте. Немного скорость. Тица нул �umnка. Пок Test. Это не только психо. Тица на пи démutzку ш journalism. Громоб рипе. Атн, а, как ошибка. так я думаю что вот этим цветом все таки можно взять такой что посмотрим это светлый вот можно так мелочком пройтись по всей корсинке растушевать и теперь мы добавляем тень значит черным карандашом вот здесь вот между выпуклыми части здесь так же у нас в итоге получится корзинка объемная сейчас самое главное сделать вот эти вот линии пальцем можно вот так вот проходится можно мелком это все прорисовать не обязательно карандашом карандашом просто удобнее и я бы внесла немножко буртного цвета все-таки сюда хочется мне в корзинку немножко бордового внести вот так вот можно прям поверх бордовые прорисовывать линии светлые ну давайте сначала доведем а потом бордового внести в цвет Продолжение следует... 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 так вот этот узор можно принципе так доделать и вот это кончить вот тут вот добавить конечно повторять его прям не нужно можете повторить просто его прям сверху смотрите вот так вот светлым карандашом фиолетовым можно сиреневым можно карандашом и вот так вот прям сверху прорисовываем то есть примерно да что здесь какой-то вот узор на корзинке идет как-то так можно добавить тихонечко карандашка так сейчас еще один час закончится давайте еще сейчас я выйду в следующем закончим с вами фон и все но вот здесь где светлая часть можно добавлять белых пыльков на узор на самом деле так давайте нарисуем вот эту вот салфетку значит салфетка вокруг пирожного достаточно стоящей в ONE в Можно пастельным карандашом сделать, можно вообще не делать, то есть смотрите, как там, по желанию, в общем. И вот так вот фиолетовым карандашом, здесь конечно будет тень, сейчас мы добавим ее. Вот так вот добавляем узоров. Сейчас сразу их нарисуем. Так, третий час, сейчас быстренько закончим. Осталась у нас салфетка и фон, и все, в принципе, мы уже почти закончили. Всем привет! То есть мы салфетку берем. Она, конечно, не особо прям такая четкая. Поехали! Всем привет! 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 Так, то есть между этими линиями можно, конечно, черный, но прорисовать вот эти вот точечки все на салфетке. Сначала сейчас надо будет сделать нам фон, а потом уже более четко мы прорисуем саму салфетку. Если темнить надо. Поехали! 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 привет всем давайте фон сделаем сейчас так фон у нас такой весь деревянный там такие разводы у нас начало начало я бы сделала черным возьмите вокруг самого пирожного давайте обведем потому что здесь налетела пыль от пастели поэтому лучше сейчас фон затянуть и с этой стороны также давайте сделаем тоже выравниваем фон вот 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 Выравниваем фон, всем привет. Привет. Спасибо за сердечки, привет всем. И вокруг сердца, я бы затягнула вот так. Поехали. так теперь можно растушевать тихонечко вот так где-то затемнить прям черная пилочка а 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 затем растушевываем да вот этот вот фон черный и потом сейчас нанесем сверху еще немножко другие оттенки фон аккуратно спасибо были сердечки спасибо большое а 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 то а а с с с с с м с с с а вот фото не вообще очень раз если когда будете рисовать сделать по референсу, здесь разводы сделать какие-то коричневые и наподобие, чтобы получилась под дерево эффект. Мне в принципе нравится как сейчас получилось. Я бы добавила форму здесь в столешницу, поставила бы пирожные на стол, поэтому можно смотреть как сделать. Взять коричневый мелочек, серый мелок еще можно взять коричневый, темно-серый. И сделайте такие разводы. Сделать разводы кое-где коричневые. И прям пальчиком вот так вот растушевать сразу. С этой стороны также. То есть линию горизонта смотрите, чтобы она совпадала. Вот так вот. Всем привет или привет. Где-то коричневые линии на рисовке. Так, от него делаем тень обязательно. То есть смотрите. Так, затемняем и вот эти линии тоже растушевываем в одном направлении. Вот так у нас столешница будет. То есть вот можно столешницу так сделать. Также можно в принципе вот здесь вот смотрите внести какие-то такие разводы. Сделать наподобие там дерева, но на заднем плане. Также растушевываем с черным цветом. Ну и что-то такое уносим. Ну и что-то такое уносим. Здравствуйте. Звучит музыка. Ну и что-то такое уносим. и вот так вот видите немножко фоне я добавила коричневого но в принципе подойдет всем привет вот мы таким образом да сделали какие-то вот здесь вот можно черно-белие сделать вот конечно и теперь в самом конце сейчас мы нарисуем салфеточку дорисуем далее и можно пару сердечек положить на стол я, к сожалению, на английском не разговариваю так и давайте добавим детальки на салфетку здесь какие-то можно точечки поставить, наделать ее какие-то детальки маленькие добавим вот 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 здесь у черного можно добавить черный каких-то деталей салфетка не должна у нас прям сильно бросаться в глаза пусть она такой будет так и на стол можно положить несколько сердечек то есть мы берем тоже любой карандаш давайте зеленый стены зеленое сердце например так то есть здесь вот делаем давайте нарисуем даже можно немножко побольше сделать то есть рисуете да дальше под ним делаем тени обязательно себе с белым карандашом это будет получается дальше точно также бордом допустим она вот здесь вот у вас лежит так нарисовали бортом дальше под ним тени и высветляем свет и 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 сами потом можете сердечки добавить если вам мало да сделать как на референсе или можно вот так вот как у меня спасибо большое что были сегодня со мной если вопросы если есть задавайте если нет это мы будем завершать эфир наш сегодняшний праздничный мы рисовали с вами картинок 14 февраля обязательно нарисуйте это будет прекрасный подарок я подпишу работу так места вопросов нет будем с вами прощаться вот такая у нас картина получилась такой прекрасный кекс с кремом мы поэтапно его нарисовали в основном работали пастельными карантажами немножко использовали сухую пастель мелкие в принципе ничего сложного нет если поэтапно все прорисовывать да и в итоге у вас получится вот такая вот картина спасибо большое что были сегодня со мной если вопросов нет то хорошего вечера рисуйте выставляйте работы свои и отмечайте меня я обязательно напишу ваш комментарий посмотрю вашу работу так что хороших вам работ и всем пока пока а